Кто придумал инъекции и уколы? В 1628 году ученый Гарвей заявил, что медикаменты можно вводить в тело через кожу. Он изучил систему кровообращения людей и предположил, что через нее удастся быстро распространить препарат по всему организму. В 1670 году доктор Пурман впервые ввел препарат в вену больного. Он сделал приспособление, в котором была стальная игла, соединенная со стеклянной ампулой. Внутри находился подвижный кожаный поршень. Пурман назвал приспособление шприцом. Наименование произошло от немецкого слова «шприцин», что означает «выпрыскивать». Первой пациенткой Пурмана оказалась женщина. После укола самочувствие стало лучшее. Преимущество уколов – высокая эффективность лекарства, быстрое действие, небольшое количество побочных эффектов, малое количество противопоказаний, причины выливания жидкости перед уколом. Врачи изливают перед уколом немного жидкости по двум причинам. При наборе медикамента из ампулы внутрь шприца проникает кислород. Это может быть маленький пузырек, который с первого взгляда не кажется опасным. На самом деле он способен привести к появлению тромба, опасного для жизни. Существует и вторая причина, которая объясняет действия врачей. Дело в том, что из-за наличия кислорода в шприце нельзя узнать точную дозу лекарства. При использовании сильнодействующих препаратов даже небольшие отклонения могут стать настоящей проблемой. Можно ли одно и одними шприцом делать несколько уколов? Некоторые люди стремятся сэкономить или упростить себе задачу, используя один шприц несколько раз. Врачи отмечают, что после каждой инъекции нужно менять иглу. Сам шприц тоже часто подлежит замене. Что касается иглы, то она уже после первого укола затупляется. Вторая инъекция будет значительно больнее. Врачи даже рекомендуют менять иглу после прокола резиновой крышки ампулы.